Приветствую вас, по ряду причин я не буду озвучивать вопрос, потому что он достаточно личный, я не думаю, что человеку было бы приятно, если бы эта информация была бы доступна более широкому кругу людей, вот, кроме специалистов, вот, поэтому я не буду. Скажу только, что речь здесь идет о страхе потерять работу, речь здесь идет о определенном неприемлемом человеке, неприемлемом поведении человека, вот, здесь речь идет о шантаже, вот, автор вопроса подверглась шантажу, и здесь речь идет о том, что по большому счету, в результате этого всего, человек чувствует себя униженным, облитым грязью и раздавленным, и работать ей теперь, соответственно, очень тяжело. Вот. Собственно, такая ситуация, крайне, как мы понимаем, неприятно. Вот. Человек спрашивает нас о том, как ему опустить эту ситуацию. Вот. Вот. И как продолжить работать, если вот, значит, ну, а нам все равно сталкивается, как бы, с этим человеком. Что хочется сказать? Ну, во-первых, очень серьезно вас ограничивают страх потерять работу. Вот. То есть это первый момент, да? Как бы, если вы боитесь потерять работу, то это уже вот делает вас не свободной. И, соответственно, вас как бы, это, ну, ограничивает. Ну, вот. То есть вы какие-то обстоятельства, да, грубо говоря, ставите выше, там, допустим, ну, своих игре, софта, своей реализации. А вот. От своей, как-то, вот, ну, ценности. Потому что вы же пришли в это место работать, да, и хочется верить, что пришли в это место работать вы не только ради, там, грубо говоря, денег, да, но хочется верить, что вы пришли в это место, ну, в том числе, и чтобы заниматься любимым делом. Вот. А если так, то, и если вы, ну, так реагируете на ситуацию, вот, то, на мой взгляд, то, и, ну, так бы, это важнее. А, да, то, и, ну, что это... Важнее, чем оставаться. И важнее того, что вам, там, что-то не зачтут. Да? Вот. Вы, конечно, можете думать по-другому, ни в коем, ни в коем случае, ни в коем случае я вас не пытаюсь, вот, в этом смысле, вот, переубедить, да, переубеждать. Просто как-то, вот, говорю о том, что, вот, как будто бы, как будто бы вы свою цену ставите ниже. Вы говорите о том, что хотели сблизиться с коллективом. Вот. И вы говорите, что, ну, как-то вот позволили себе такие действия, которые обычно не позволяете. Вот. И мне кажется, это, в общем-то, тоже в какой-то степени, ну, вот, ну, предательством себя. Вот. Да, ну, что-то, ну, если вы чего-то не делаете, да, и таков ваш выбор, вот, то, ну, чтобы в таком, в таком случае, ну, и не надо, как бы, ради кого-то, да, вот, чтобы с кем-то сблизиться, как-то, вот, действовать против себя. Понимаете? Вот. Последствия, ну, в любом, в любом случае, все равно будут, ну, не очень хорошими. Вот. вот, с чем вы, собственно говоря, и столкнулись, к сожалению. Вот. Далее, значит, неприемлемое поведение мужчины, вот, о котором вы говорите, ну, вот, в данном, вот, конкретном случае, вы обратите, вот, пожалуйста, внимание, что, как бы, предпосылки, да, уже были, вот, и уже эти предпосылки, они были вам неприятны. Я не знаю, конечно, вот, так скажем, как вы к этому отнесетесь, да, но, хотелось бы просто, просто выяснить, да, просто уточнить немножко. вот, каким образом это вам неприятно, ну, то есть, за счет, а, за счет чего вам это неприятно. То есть, вот, ваша реакция, она здесь связана с, с, чем. На мой взгляд, это очень важный момент, потому что, как будто бы вы не очень уверены в себе, ну, вот, как будто, в принципе, в целом, да, вы, как будто, держитесь не очень уверены в себе. Вот. И для вас как будто бы, опять же, как будто бы, ну, вот, вот, эта ситуация и предпосылки к действиям, да, и само, и, и само действие, оно, как будто бы, вам чем-то угрожает. Вот. И, на мой взгляд, очень важно увидеть, чем вам это угрожает. Потому что, от части, все это стало возможным, именно благодаря тому, что вы в этом, ну, видите угрозу. Вот. И, в общем-то, вот, это является, как бы, ответом на ваш вопрос. в большом счет. А, ну, прожить, заметить, ну, ваши чувства, которые вы испытываете, там, если вы, вы описываете, вот, как бы, свое состояние, как, ну, как, состояние, такое, что, вас унили, облили грязь, вот, но, штука встал в том, что, что, это, можете сделать, а, с собою, только вы, больше никто. А, человек сказал, а, и сделал, а, ровно, ровно, то, что он, хотел, сказать, и сделать. но, почему-то, его слова и действия, они, как-то задели вас, оскорбили вас, да, там, унизили вас, и так далее. Это, ни в коем случае, не означает, что человек, поступил адекватно. Просто, не все люди поступают адекватно, это раз, препостылки были два, общая картина, вашего поведения, три. Как бы, вот, есть некоторое ощущение, да, что вы даже, вот, сам текст, свой, пишете, вот, в неком, таком, изменяющемся, стиле. Вот. То есть, ну, на мой взгляд, это, вот, очень сильно, про, про зависимость. То есть, вот, ну, про мою несамостоятельность. Про то, что, вот, ну, как-то другие люди, да, меня определяют, вот, я ради них, там, что-то терплю и делаю, и, а мне не нравится, вот, вот, но я все равно, как бы, терплю и все равно, и все равно, все равно, что-то делаю, вот. на мой взгляд, это является, такой, ну, условно говоря, системной, системной проблемой, вот, как мне кажется, повторюсь, это системная проблема. можно ли ее, как-то вот, ну, скорректировать? Да, можно, но, вот, нужно работать над самооценкой, да, над личными границами, вот, и, вот, развитием в себе чувства самооценности. Люди видят, вот, люди видят, то, что вы, ну, то, точнее, то, как вы, вот, к себе относитесь, да, люди это видят, и в общем и целом отражают вам вот то, как, собственно, вы относитесь сами к себе, к сожалению, большому. Вот, поэтому, да, корректировать это, можно, ну, корректировать это, скажем, ну, скажем так, необходимо, вот, а, дальше, вы, я думаю, уже, сами, ну, можете, как мне кажется, решить, вот, ну, решить, что вам делать, вот, я думаю, так, я думаю, вот, такой ответ, в первую очередь вам можно подложить, с точки зрения психологии, да, с точки зрения, вот, психотерапии, и очень важный момент, очень важная такая деталь, это то, чтобы вы позволили себе сейчас проживать свои чувства, да, чтобы вы позволили себе сейчас, вот, чувствовать то, что вы чувствуете. Мне же, вот, в какой-то момент, показалось, да, мне показалось, вот, какой-то определенный момент, что вы это чувствуете, вот, хотите справить. Вот. А, что значит, допустить, ну, что значит, отпустить? Опустить, это значит, прожить. Прожить, это значит, как бы, говорить. А, о том, что вы, вот, прямо сейчас, испытываете непосредственно, ну, как бы, то, что вы называете, это очень похоже на оценку больше. Это больше похоже на оценку, к сожалению. Вот. Это больше похоже на оценку, это больше похоже на то, что вы обвениваете, вот так, то, что, ну, человек, хорзел и говорил. Вот. А, а вот, чувствуете вы себя как? Что вы чувствуете? Это вот, момент, куда более важный, а вы о нем, вот, к сожалению, как раз, практически ничего не говорите. Это большая проблема. А, вроде бы, чувство есть? Вроде бы, вроде бы, чувство есть. А, вроде бы, эмоции у вас тут, ну, присутствуют, вроде бы. Но, все равно, есть ощущение, что, сильнее всего вас, напрягает, именно, вот, наличие, вот, ну, так скажем, эм, ну, фактов. факты могут быть разными, действия могут быть разными, на самом деле, но, вот, ваши реакции, то, как вы реагируете, именно, это не одно и то же. а мне кажется, что, вот, как раз-таки, вы, ну, и, я бы не сказал, что вы, вот, хорошо, в данном случае, понимаете, что, что вы чувствуете, вот, судя по, вашему состоянию, вот, я ни в коем случае, образ не требую, да, ничего, то есть, как бы, ну, я понимаю, что вы можете не знать чего-то, да, вы, ну, можете, просто, ну, не иметь возможности, с чем-то сталкиваться, и так далее. Я прекрасно, прекрасно, как бы, в данном случае, это понимал. Ну, моя задача, она заключается в том, чтобы, по-видимому, ну, показать вам, что, есть, другие. моменты, да, как бы, ну, другие аспекты, есть, другие, так скажем, стороны, вот, которые не умоляют, по-моему, что вы описываете, но, которые вы, из своего восприятия, да, судя по всему, исключаете. Вот. И в этом, собственно говоря, как мне кажется, в этом заключается основная ваша боль. понимаете, да, в чем, вот, штука. Поэтому, такой ответ, сейчас, ну, вот, именно, сейчас, то, что вы можете сделать, это, ну, своему, молодому человеку, да, раз он, как бы, есть, вот, поделиться с молодым человеком, тем, что, ну, произошло, не в контексте того, чтобы, вот, там, кто-то обязательно с кем-то разбирался, а именно, вот, в контексте, просто, донесения, так скажем, своих, своих эмоций, вот, это было бы более, на мой взгляд, гуманно, к вам, ну, и, конечно, к психологу нужно обратиться, на мой взгляд, такая ситуация, она, совершенно, очевидно, ну, в какой-то степени возникает уже не впервые, у вас. Понятно, что, может быть, не такая, да, то есть, любитесь не так, все драматично, но тем не менее. Я буду вам благодарен за обратную связь, по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, я хочу пожелать вам всего самого доброго, удачи вам, вы большая молодец, что начали об этом говорить, вы большая молодец, вам, рассказывали об этом, что поделились, шаг уже сделан, теперь осталось в принципе сделать, следующий шаг, это выбрать психолога, и начать с ним работать, вот. Удачи вам, всего самого доброго. госпожа, спасибо. Продолжение следует...